Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На сайте Дома-2 новый конкурс «Любовь года» по версии сайта. Голосовать можно даже за тех, кто уже выбыл из конкурса. Победителям достанется крутой денежный приз. Состоялась выписка Таты Блеменкранса из перинатального центра. Тата и малышка уже дома. «Спасибо Господу за очередной счастливый день в нашей жизни», – пишет Валера. «Спасибо Бубочке за нашу сладкую принцессу». Тата ответила на комментарии своих подписчиков. «Часто вижу комменты про Кесарева. Хочу развеять мифы и сказать, что рожала я сама. Роды прошли легко, а вот после – это жесть. После родов мне намного хуже, чем во время. Пока не очень легко ходить и не могу сидеть». Ольга Рапунцель планирует беременность. Она посетила врача, чтобы пройти обследование и сдать необходимые анализы. Врач сказал, что Ольге затягивать не стоит, ведь ей давно уже не 20 лет. Диме Дмитренко тоже нужно будет пройти обследование. Как вы помните, Юлия Ефременкова и Майя Донцова поругались. Юля напомнила Майе о ее многочисленных связях на проекте, а Майя – о занятиях Юли в молодости. Сергей Кучеров поддержал Юлю. Он тоже поскандалил с Майей. Он считает, что Донцова получила по заслугам за провокацию, за что боролась, на то и напоролась. А Ирина Михайловна, конечно же, поддержала в конфликте свою дочь. В сердцах она пожелала Ефременковой сдохнуть и даже не извинилась за свои слова. Татьяна Африкантова призналась, что ей нравится новый ухажер Марины – Роман Капаклы. Правда, она считает, что парню вовсе не 18. «Похоже, нас разводят, как лошар», – пишет Африкантова. «Ему лет 25, и он умен не по годам». Даша Пынцарь озвучила одного из героев нового мультфильма «Жил-был кот». Его премьера состоится 13 июля. Прекратил свое существование клуб веселых дураков. Организаторы решили, что нововведение не принесло никаких результатов. Одни и те же конкурсы очень быстро перестали привлекать публику. Бывшие участники поддерживают клуб веселых дураков, ведь это был отличный способ попиариться, напомнить подписчикам о себе и привлечь новых. Либерш Кпадону рассказала, что небольшая косметическая студия, которую она недавно открыла вместе с подругой, оказалась успешным проектом. Скоро они открывают вторую студию. Мама Ольги Бузовой хочет отомстить бывшему зятю. Она говорит, что Тарасов действительно изменял Ольге, когда они состояли в браке. Она обещает показать настоящее лицо Дмитрия и написать мемуары мамы Ольги Бузовой. Он живет ради пиара, говорит женщина, и не выносит, когда про него плохо думают. Он и первую жену поласкал, теперь Олю. Также она считает спортсмена причастным к попавшей в сеть интимной переписке Оли. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.